Экскурсия по снежному острову. Раньше на него попадали с помощью специальных приглашений, но потом их отменили и теперь просто подходите к любой из пяти столичных инфант и она отправляет вас на снежный остров. Если пойдете налево, увидите кучу столов, между ними стоит трактирщик Жан-Вьер. Он запускает два дейлика, является квест-стартером достаточно бестолковой цепочки фанты. В центре острова, рядом с праздничной елкой, стоит еще один клон, инфанты Лолы и смотритель острова. Старое и ненужное приглашение на снежный остров он может поменять на игрушки и запускает самую ресурсоемкую, но и самую выгодную цепочку заданий для всех левелов. За спиной смотрителя острова стоит мастер аттракциона, у которого с помощью снежков можно выполнить два дейлика, начиная с первого левела и за каждый получить по коробке с подарком. В правом верхнем углу локации находится зверинец, смотритель, орк, является квест-стартером для двух цепочек. Обе из них доступны для низкоуровневых персонажей. За одну получаем белые перья, другая нужна тем, кто хочет получить лоскуты для снежного одеяния. Если пойти вправо от входа, то найдете еще одного мастера елочных игрушек. Он выгодно отличается от своих клонов тем, что рядом с ним стоит алхимическая приблуда, в которой можно делать предметы по рецептам ивента. Кроме того, по всему снежному острову раскиданы вот такие ледяные глыбы, из которых можно достать четыре вида ресурсов. Речная жемчужина, зеркальный амулет, зеркальный осколок и ледяное серебро. Все они нужны для задания ивента. Всего на снежном острове 16 глыб, а это точки их респауна, отмеченные снежинками. Если вы примчали туда, а там глыбы нет, значит ваш конкурент оказался проворней, но скоро она появится снова. Субтитры создавал DimaTorzok